Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня будет такой влог, он на самом деле собран из нескольких дней, вот, и надеюсь, что вам будет интересно. Мы сейчас с моим младшим сыночком направляемся в торговый центр. Кстати, в конце видео будут кадры с моей еще одной мясной закупкой. Эти видео все были сняты до закупки продуктов с ленты. Вот, я там покупала и мясо, в общем, и что из него приготовила, тоже, конечно же, вам покажу. Значит, мы с сыночком пошли в торговый центр, нам нужно было приобрести куртку, потому что сейчас вот то, что у него одето, это ветровка, а у нас уже 7, 8, 9 градусов в Санкт-Петербурге, и это днем, вечером и утром, соответственно, еще холоднее. Я озвучиваю это видео за кадром, потому что нарушение авторских прав, музыка и все такое, в общем, все как обычно. На самом деле мы пошли в этот торговый центр, в магазин Юниор. Я очень люблю этот магазин, люблю верхнюю одежду с этого магазина, хотя этот магазин достаточно дорогой, здесь достаточно дорогая одежда, вот, как вы видите, куртка практически 10 тысяч на мальчика, да, но все равно здесь настолько качественная верхняя одежда, что мне, ну, просто вот у вас ребенок не замерзнет, его не промокнет, не знаю, ветром ничего не продает и так далее, в общем, супер одежда. Но мы там, к сожалению, ничего не нашли, и зашли еще в магазин Остин. В магазине Остин мы как раз-таки и нашли куртку сыночку, ну, я тут немножечко решила кое-что померить. Значит, вот такой свитерок, на самом деле я его взяла, как-то не посмотрела, когда брала, что он такой короткий, потому что он очень мягкий такой, знаете, очень приятный к телу, но из-за того, что он короткий, я его брать не стала. И второй свитерочек, как вы понимаете, желтый цвет, но это не совсем тот желтый цвет, который нравится, вообще на этикетке было написано медовый, я мерю в размере М, на самом деле С от М мало чем отличается, я не знаю почему так, может быть, крой такой, не знаю, тут я пытаюсь показать ценник. Этот свитерочек был не со скидкой, просто обычная цена, вот, и мне не очень понравился состав, и не очень понравился как к телу, знаете, он такой, немножко как колючий, вот видите, 50% акрил, 50% хлопок, все-таки мне нужно, наверное, что-то потеплее, наверное, с шерстью все-таки, потому что я люблю мерзнуть, как я уже много-много раз говорила, здесь я хочу показать вам ценник на него, он стоит 2,299, вот, 46 размер я мерила, и на скидочках, еще посмотрела, что есть на скидках, вот такое платье мне понравилось, это я примеряю размер С, в итоге я взяла на размер побольше, чтобы не так сильно обтягивало, и опять же здесь я примеряю, как вам уже показала, на джинсы, на джинсах у меня есть ремень, в общем, в итоге взяла размер побольше я на платье, мне очень понравилось, тем более оно было со скидкой, и я решила, что для дома будет отличнейшее просто платье, одел, удобно, комфортно, от линии ничего не торчит, взяла еще тоже была на скидках вот такая кофточка, но каждый раз, когда я вот примеряю такие укороченные кофточки, я все время думаю о пояснице, думаю, ну как вот я буду в таком ходить, я же 100% одену футболку туда под низ, футболка будет торчать, постоянно вылезать из джинс у меня, и в общем, в общем, в итоге я не взяла эту кофточку, но вообще там много таких интересных, ну скажем так, молодежных толстовок, которые тоже по хорошим ценам, и вот такой вот еще примерила, вот эту я, на самом деле такой цвет мне не очень нравится, но она очень приятная к телу, вот это на мне размер М, эски, как-то мне, не знаю, не понравилось, вообще эски от М-ки почему-то в этом магазине мало отличается, вот, ну я решила М-ку, потому что люблю одевать футболку под такие кофты и так далее, вот, но цвет такой, не знаю, я запачкаю, в общем, быстро такую кофточку, но мне понравилось, и цена была хорошая, и внутри она такая тепленькая, комфортная, тоже мягкая, поэтому, ну нормально, в общем, ну а здесь мы уже с сыночком идем домой, вот, накупили всего, нагулялись, устали, и сейчас поедем уже домой, и я вам, конечно же, покажу покупки. Так, ну что, вернулись мы домой, сынулька, вот наши покупки, на самом деле покупки только из магазина Остин, вот, были мы в магазине Юниор, вообще я очень люблю покупать верхнюю одежду в магазине Юниор, она очень качественная, неубиваемая, непромокаемая, непродуваемая и так далее, вот, но там не было того, что нам нужно, то есть там уже такие совсем теплые куртки, у нас совсем теплая есть, и у нас ветровка, вот, в которую он ходил, там кадры вы видели, да, оранжевая такая, это ветровка, то есть она совсем без подклада, без всего, просто тоненькая, кстати, была куплена в магазине Юниор, и в Юниоре на скидках очень хорошо можно, ну, хорошую, в общем, супер там одежда, но мы ничего не нашли, заходили еще в магазин детки, в общем, много куда заходили, в спортмастер заходили, в итоге только в Остине мы нашли куртку, которая ему нравится, и, в общем, она нам подходит по теплоте, то есть нам ветровка следующая, это совсем теплая куртка, а вот на такую погоду там 10-11 градусов, да, 9 градусов, и тому подобное, в общем, у нас не было такой курточки, в общем, купили ему вот такую, не очень мне нравится качество, честно вам признаюсь, потому что, во-первых, кое-где торчат нитки, то есть даже в магазине этого не срезали, как вы видите, вот видите, здесь торчат нитки, но я посмотрела, ладно, я их обрежу, ему очень понравилась эта куртка, он прям в диком восторге, в общем, такая дутая, и к этой куртке мы сразу купили вот такую вот толстовку, вот такую вот тоже, ну, как вы понимаете, зеленая-зеленая, то есть все у нас, все у нас как надо, вот, сынульки, и мне понравилась она вот такая с флисиком здесь, то есть также одеть под низ, когда уже совсем прохладнее, потом уже перейти в совсем теплую куртку, в общем, вот такая, давайте по ценам 1700 стоит вот эта толстовка, но опять же, цены в Остине не очень как бы бюджетные для качества, да, хотя вот, кстати, вот такая одежда в Остине нам очень нравится, мне нравится, по качеству у меня футболки есть из магазина, из магазина Остин, вот, 2799, мы взяли размер 140, потому что они какие-то немножко маломерки, вот, даже по рукавам и по длине совсем такие, ну, в общем, мы взяли 140, нам отлично подошла, в общем, приоделся, а я себе из того, что я там мерила, там вот эти прикольные светорочки белый такой медового цвета, но мне на самом деле не понравился цвет, и состав 50 акрил, 50 хлопок там, что такое, я вам показывала в примерочной, ну, в общем, хочу подобный светорочек, но, наверное, где-нибудь в другом месте потом куплю себе, да, такой, просто я поняла, что мне надо размер не S брать, то есть не свой, она размер больше, и тогда будет сидеть так, как я хочу, в общем, я взяла только вот такую вот толстовку, опять же, да, видите, везде нитки, хотя это такие производственные, ну, да ладно, она вот здесь вот немножечко утепленная такая, очень мягкая, очень классная, хотя мне не понравился цвет, но мне понравилось, как села, цвет такой бледненький, я его быстро запачкаю, в общем, но она была единственная, скажем так, и плюс она была со скидкой за 599 рублей, вот я взяла тоже на размер, то есть не S, а M, и сидит так, как мне нравится, ведь еще хорошо, вот я люблю надеть там футболку, сверху вот такую кофту, и пойти, и мне тепло, и уютно, в общем, классно, но я уже примерять не буду, я думаю, вы в примерочной все видели, и взяла вот это вот платье, это и все, что я взяла, платье я взяла тоже, по-моему, в размере M, оно, да, тоже 46 размер, потому что S, ну, совсем прям облегала, хотя, мне кажется, нет никакого отличия между M и S, вот, но оно просто будет, может быть, подвытянется немножечко, и будет чуть-чуть посвободнее, значит, платье я это взяла носить дома, вообще сейчас, кстати, очень прикольно покупать домашнюю одежду, потому что распродажа всякие летние одежды, да, и как раз вот, ну, уж не будьте, ну, не замуж, кто-то и ходит в свитере дома, но я не хожу, я если только так, кардиган какой-то набрасываю, если мне холодно, вот, ну, там я примеряла, правда, на джинсы, но я думаю, суть понятна, просто обычное вот такое прямое платье, платье майка, да, это называется, я люблю вот такое дома ходить, удобно, длинненько, комфортно, одел, и вообще супер, вот, так что, так что вот такие вот у нас были покупочки, вот, с сыночком погуляли, устали, еще зашла, получила свой заказ iHerb, давайте вам покажу, ссылочки, как всегда, я оставлю вам внизу в инфобоксе, вот так вот все хорошо запаковано, и я заказала витаминчики, конечно же, себе, вот, ну, тут у меня, да, витаминчики, вот, и еще, еще тут вроде витаминчики, еще специи, конечно же, очень мне нравятся специи iHerb, заказала вот такие, они у меня уже были, вот эти очень классные специи, они дешевле, чем Simply Organic, и при этом очень-очень, девочки, классные, всем советую, это итальянские травы, я вот когда вяленые помидорки делала, вот эти вот, добавляла вот эти травки, очень вкусно получилось, вот, поэтому у меня закончилось, заказала еще, но вот этой банки, на самом деле, надолго хватает, поэтому прям советую, также заказала сухой, что это, сухой укроп, у меня не нарос настолько, чтобы я его еще засушила, я его только заморозила, свой укроп, который вырос в огороде, вот, и решила заказать, вообще, я заказывала такой большой пакет, не Simply Organic, а другой марки какой-то, уже не помню, как она называлась, такой большой-большой, мне хватило очень надолго, но того большого пакета не было, поэтому, вот, короче, это единственный сухой укроп, который вообще был в наличии, поэтому я его заказала, и, кстати, меня спрашивали, не бились ли у меня никогда банки разные, вот, смотрите, как идут запакованные стеклянные баночки, видите, и вот эта пленочка, она как клейкая такая, и заказала я себе вот такие витаминчики, вот эти витамины я пила в прошлом году, я всем советую, реально, вообще, это крутые витамины, которые действительно работают, в моем случае, я человек, который очень любит простужаться, точнее, я не люблю простужаться, но я достаточно часто простужаюсь, почему? Потому что я забываю одевать шапку, перчатки, шарфы и так далее, я, в общем, могу выбежать налегке, как всегда, потом где-нибудь замерзнуть, не знаю, выйти без зонтика, без капюшона, в общем, промокнуть где-нибудь и так далее. Я в прошлом году пропила вот курсом, то есть всю целую вот эту банку вот этих витаминчиков, здесь 90 штук, и нужно пить по одной капсуле. Я пропила как? В начале зимы месяц пила, то есть даже не месяц, но, в общем, половина, где-то месяц с хвостиком, потом сделала перерыв, и после Нового года еще допила по одной капсуле в день. Здесь 90 капсул. Супер! И я вообще практически не болела, то есть я обычно простужаюсь реально практически каждый месяц, у меня то горло, то нас, кто еще что-то вот с этими витаминчиками, они мне реально помогли, девочки. Всем советую. И также я заказала свои любимые омегу, омегу, вот из всех омег, которые я когда-либо пробовала, это реально рабочая омега. Какие изменения я вижу, когда принимаю вот эту омегу? Во-первых, она идет с витамином D сразу же, это арктический, рыбы, рыба, короче, которая с Аляски, да? Я так понимаю. Вот, видите, стопроцентная, как аляскинская рыба, не скажешь же так, да? Рыба, в общем, с Аляски, да, которая... Вот, что я замечаю, когда пью? Здесь 120 таблеточек, и принимать нужно, по-моему, по две, да, по две таблетки в день. Что... Вот, смотрите, здесь кому интересно. Что я замечаю с этими витаминчиками? Очень легко вставать по утрам, легко засыпается, и вообще, когда я их принимаю, много энергии, я такая достаточно активная. Зимой в особенности это чувствуется, потому что зимой мне обычно утром вообще не встать. Я вообще такой человек, который очень сложно встает. Я из тех, кто по 50 раз переводит будильник, это вот я. И вот с этими таблеточками такого, с этими витаминчиками, да, с омегой вот этой такого нет. Я реально легко встаю, целый день бодряком обожаю. То есть я пью вот эти, потом перерыв, вот эти, потом вот эти, потом вот эти. То есть мне, в принципе, на всю зиму хватит. 120 штук по две капсулы, то есть это два месяца. Вот, так что я месяц пью вот эти, потом месяц вот эти, потом опять месяц вот эти. Вот, очень мне нравятся. Самые крутые. Хотя за зиму у меня получается две упаковки, вот такие вот я принимаю. А сейчас я принимаю в предыдущем заказе, показывала вот такие витамины для кожи, волос и ногтей. Пока не заметила никакого результата. Я не знаю, какой результат нужно ждать. То есть волосы быстрее расти не будут, но может быть более качественной станут. Кожа, насчет кожи тоже пока ничего не могу сказать. Но вообще, я знаю, когда принимаются вот такие витамины для кожи, волос и ногтей, эффект должен быть через месяц, как минимум. Вот. Ну, короче, для красоты пью. Буду пить. Вот. Выпью их, а потом как раз начну пить омегу, потом эти, потом снова омегу. В общем, вот такой вот у меня заказ с Ахербом. Ну, это предыдущий мой заказ, но я их пью. Честно, каждый день. Вот. Принимаю. Очень советую вот эти витамины. Очень советую вот эти витамины. Вообще, марка Салгар супер. И вот у этой марки я очень советую вот эти вот. Они, кстати, из пластика сделаны. Вот эти вот специи, они нереально крутые. Их нужно совсем немножко. Ароматные вообще просто потрясающие. Ну, не именно вот такие итальянские травы, а вообще все специи. Они намного лучше. Мне нравится, чем Симпли Органик. Вот этот вот. И стоят дешевле. Ну, может быть, за счет упаковки. То, что здесь пластиковое. Ссылочки, как всегда, оставлю вам внизу в инфобоксе. Мама, можно ее выпить? Или нет? Не помещаешься ты. Ты не помещаешься тут. Дю-дю, такой хороший у нас. Такой сладкий мальчик такой, мама. Такой сладкий-сладкий, да. Сладкий-сладкий у нас мальчик. Да. 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 Вот такой, да. Он, Джоси, хороший. Да. Вот такие. Вернулась я. Забрала старшего сына. Сейчас покажу снова мясные покупки. Купила купаты. Они стоят 600 рублей за килограмм. Это из говядины купаты. Я взяла 8 штучек. Ну, в общем, взяла. Они не всегда бывают в этом магазине. Иногда их нет. Я потом, спасибо огромное всем, кто писал мне про поводу оболочки, где ее купить. Я потом обязательно закажу и сделаю сама. Но вот сейчас, короче, купила. Вот, потому что они были. И купила фарш, потому что мне лень было делать, честно признаюсь, свой фарш. Я купила там. Он там очень хороший. Купила килограмм. Хочу одно блюдо сегодня приготовить. Такие тефтельки с сыром моцареллой. Нашла рецепт. Вместе с вами сделаю. И как раз купила вот моцареллу. Это какая-то моцарелла. Написано город Иваново. И девушка сказала, что он очень хороший. Очень нравится. Вот она с курицей делала такую запеканку. Говорит, просто обалденный. Я взяла здесь. У меня больше, чем 500 грамм. Но у нее кусочек оставался. Я говорю, я заберу весь. Потому что еще пиццу хотим сделать. Вот. Как раз она тоже у нас на пиццу пойдет. А мне вот на тефтельки еще нужны были сливки. И тоже там же купила. Вот эти вкуснотеевы. Вкуснотеевы вообще хорошая молочка. Поэтому с удовольствием взяла вот такой. Он мне как раз на один раз. И еще вот такой сыр. Тоже, чтобы он пошел у нас на пиццу. Он стоил 500... 520 рублей. По-моему, молочный сыр. Вот. Тоже взяла последний кусочек. Здесь 600 грамм. В общем, мне предложили. Я взяла. А вот это я купила говядину. Говядина вот эта стоит 400 рублей. Здесь идет вот такая кость. Не знаю, какая-то часть. Как она называется. Вот такой жирочек идет. Кость у меня пойдет на суп. А мяско... Та-дам! Вот кому дам мясо. Кость вот эту я им не дам. Видите? Обнимашки тут прям. Обнимашки, обнимашки. Вот эту кость я им не дам. Потому что такую им нельзя. И вообще, я им недавно покупала кость. И что-то у меня... Боно не очень хорошо. У него желудок среагировал. Поэтому расстроился, в общем. Поэтому я ей кости сейчас пока не даю. А мясо я ей дам. Ну, не все, наверное. Или все вам дать? Все дать? Да? Все надо дать. В общем, покупаем. Иногда мяско балую. Вот такие вот у меня мясные покупки. Вот. Потому что я уже говорила, я люблю вот так свежее купил. Сразу приготовил, купил и сразу приготовил. Тем более, я там все равно оставляю машину недалеко от этого магазина. Мне, в принципе, дойти до него от машины, не знаю, 2 минуты в подземный переход спуститься и все. Вот. Так что, вот такие вот у меня покупки. И вот этот моцарелла. Ну, не знаю, попробуем. Вот девушка прям его хвалила. Ну, вот продавец она вообще классный. Вот. Там еще был белорусский. Но вот она вот этот вот. Это город Иваново. Было написано. Вот. Ну, видите, она мне отрезала. Тут уже ничего. Вот. Россия Ивановская. Ну, видите, она отрезала. Вот. Так что. Вот такое вот. Сейчас дам. Тут кошмар творится у меня. Просто кошмар. Да. Что вы скучали? По мясу или по мне? Скорее по мясу. И вот такую вот мы пиццу с сыром моцарелла сделали с мальчишками. Да? Лёва мне тесто замешивал. Владик все раскладывал. Она сейчас горячая. Я тоже помарал. Да. Сейчас будем как раз. И я помогала. Ужин у нас такой получается. Очень вкусно. Да? А, еще вторая есть. Да. Еще вторая в духовке стоит. Так что мы вообще пируем сегодня. Отмечаем. Машину вчера помыли. Вот. Сегодня отмечаем 1 сентября. Пиццы. Ну что, сейчас буду делать тефтельки. Несмотря на то, что мы сделали пиццу, все равно сделаю. Пока фарш свежий. Не хочу его замораживать. Будет нам на завтра. Вот. Сейчас уже вечер, да. И, значит, фарш, специи, рис. И все это сейчас перемешаю хорошенечко. И внутрь буду класть вот этот вот кусочек прям большой вот этого моцарелла сыра. Все потом буду выкладывать вот в эту форму. И заливать сливками тоже сыром. Тоже сейчас покажу. Сейчас сформирую шарики. Покажу. Так, ну что, сформировала я свои тефтельки. Вот столько у меня получились. Они такие достаточно крупные. У меня так муж любит, когда они крупные. Ну что, взял две и как бы все. Вот. На этом. И делаю такую заливку. И здесь сливки вот эти вот, которые я покупала. Здесь их немножко совсем. Сыр натертый на терочке. И сюда добавила я... Вообще хорошо добавить какие-нибудь сушеные травки. Вот такие сушеные томаты. Вот. Сюда все это хорошенько перемешаю. Сейчас и буду заливать вот сюда. Но я добавлю сюда немножко водички, потому что у меня мало сливок. Можно еще сюда добавить крахмал, чтобы это все как бы загустело. Но я не буду этого делать. Вот. И ставим при температуре 200 градусов. Вообще по рецепту 200 градусов. Но я поставлю 180, наверное, на, может быть, 40 минут где-то. Но посмотрю по готовности. Вот. Так что вот такое. Должно быть очень-очень вкусно. Но я как-то подобное что-то готовила. А потом как-то забыла этот рецепт. Вот. Вот сейчас решила вновь девчулям, конечно же, места дала. Они мне так дрыхнут. Вот такие тефтельки у меня получились. Постояли они у меня 40 минут. И минут за 10, наверное, до окончания, да, я посыпала еще сверху просто сыром. Купатой, конечно же, пожарила, которую очень любит мой муж. И вот такая вот сделала пюрешечку еще. И мой муж решил не есть пиццу, а поесть мои тефтельки. Смотрите, как внутри сыр такой прям тянется. В общем, ему очень понравились такие сырные тефтелечки получаются. Вот. Ну, а я на сегодня буду с вами прощаться на такой вкусной ноте. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Всех люблю. Целую. До новых встреч.